Всем привет! С вами Светлана Никитчук и вы на моем YouTube-канале. Сейчас стала очень популярна тема исполнения желаний. Списки желаний, марафоны желаний, карты мечты. И все об этом говорят, и кто-то говорит, что это волшебство, кто-то говорит, что это развод. И сегодня я хотела бы рассказать свой опыт в этом и, собственно, свой взгляд на эту тему. Примерно где-то два года назад я прочла книгу Джона Кеха «Подсознание может всё». Кстати, очень рекомендую. Прочла «Трансерфинг реальности», прошла «Марафон желаний», затерла до дыр фильм «Секрет». И я не помню, что еще, но смотрела очень много разных. И видео, и читала литературу на эту тему. И я увидела, что всё это имеет нечто общее. То есть, по сути, вся информация базируется на одинаковых принципах. Суть в том, что наши желания не сбываются, когда мы не умеем формулировать их, когда мы не знаем, чего мы хотим, когда есть какие-то установки, которые мешают исполнению этого желания, когда мы не верим в себя, когда есть скрытые страхи по поводу исполнения этих желаний, когда человек просто настроен на негатив и не верит ни во что светлое, доброе и хорошее, что оно действительно может сбыться. Первое, чему учат в этих марафонах или книгах, это четкая формулировка, чего ты хочешь. Описать точно, до деталей, представить, где, когда это сбылось, где ты стоял, в чем ты был, какой это был день, какая это была дата. То есть, настолько точно ты должен все это описать. И здесь очень круто работает момент визуализации. То есть, по сути, ты прокручиваешь такой демо-ролик, да, или рекламный ролик у себя в голове, когда ты просто переживаешь тот момент, когда это сбылось. То есть, мысленно переносишь себя из нынешнего момента, да, в момент исполнения своего желания. И ты проживаешь это время, проживаешь эти эмоции, эти чувства. И это очень круто, по сути, тебя мотивирует. Точно так же работает карта мечты, когда мы на ватмане клеим свою фотографию по центру, и вокруг все наши желания. Там полноценная семья, машина, хороший стабильный финансовый доход, дом мечты и так далее. То есть, все это включает нашу визуализацию, да, и мы подсознательно выстраиваем все наши действия по направлению, да, к исполнению этого желания. Как это работает? Это, знаете, есть такое понятие, как идиомоторная тренировка. Я не могу сказать точно, в каком году, но я знаю, что проводился такой очень большой эксперимент, когда взяли две баскетбольные команды, и, конечно же, это были профессионалы, и одни баскетболисты тренировались на протяжении какого-то времени ежедневно, а другая команда, они просто представляли, как они тренируются. То есть, они только в уме, да, они представляли, как проходит тренировка только в уме. И причем, когда сравнили результаты, лучшие результаты игры были как раз у тех, кто представлял ежедневно, мысленно эту тренировку. То есть, абсолютно точно наукой доказано, что идиомоторная тренировка работает. По сути, это та же самая визуализация. Если у вас на глазах будет постоянно висеть ваша карта мечты, и вы будете постоянно прокручивать вот эту картинку, да, своей лучшей жизни, как вы в новый дом въезжаете, как вокруг вас полноценная семья, когда вы едете на своем авто мечты, и вы, по сути, вы тоже самое делаете. Вы, у вас идиомоторная тренировка, да, вы прокручиваете этот ролик, и все ваши действия устремляются по отношению к достижению этой цели. Что мне еще очень понравилось, это как раз тоже говорится во многих книгах, и что делают все участники марафона желаний, когда мы начинаем работать со страхами, которые у нас есть на подсознании, по отношению к нашим желаниям. И это, знаете, из серии, когда очень хочу похудеть, ну, я как всегда, да, о похудении, когда там очень хочу похудеть, мечтаю похудеть, но подсознательно боюсь, что а вдруг я похудею так, что мне весь мой гардероб будет велик, и надо будет все это заменить, а денег нет, а где я возьму столько денег, а в чем буду ходить? То есть этот страх, который будет вас останавливать от вашего похудения. Да, или вдруг я похудею, и меня перестанет жалеть мой муж, да, сейчас там жалеет, потому что лишний вес, плохо себя чувствует и так далее, а потом вдруг перестанет жалеть, и как я буду добиваться его внимания? То есть, ну, я говорю, это абсолютно реальный случай. Вот. И мы, да, что мы делали? Мы, по сути, выгружали все свои страхи, даже если их не было, мы придумывали, просто утрировали какой-то страх по отношению к тому или иному желанию. После этого, конечно же, мы придумывали такие позитивные решения на эти страхи, да, там, ну ладно, там не будет у меня денег на новый гардероб, достану старый, который там с молодости еще ходил, тем более сейчас мода как раз та, да, потом муж перестанет жалеть, ну, зато начнут восхищаться, ну и так далее. То есть мы прорабатывали каждый страх, сначала его писали, и потом прорабатывали его позитивным каким-то решением, то есть что это не так страшно, а даже в этом есть какие-то свои плюсы. Еще, кстати, очень крутое упражнение, до сих пор я от него в восторге, мне кажется, его надо делать периодически всем, когда мы выгружали абсолютно все свои установки, негативные установки, которые когда-то были кем-то посеяны. Я помню, что я тогда села писать все вот эти, вот знаете, словечки, посеянные кем-то, и я, если не ошибаюсь, у меня две страницы было исписано вот такими фразочками, знаете, из серии там «Бог всего не дает», ну, почему он не дает всего? «Дает», да, ну, как говорят, «Бог же любит своих детей, он все дает». Или, например, там «Счастье любит тишину», там «Никому не рассказывай не сбудется». И вот, знаете, вот так много, от денег нужно избавляться, а деньги — это зло. И вот столько было разных установок у меня в голове, что я даже не думала, что настолько много я смогу выписать. Причем, когда я это все выписывала, я реально вспоминала людей в своей жизни, которые постоянно это говорят. То есть я прекрасно понимаю, кто это когда во мне посеял. И действительно на те или иные ситуации у меня все время всплывала вот такая вот фраза, знаете, это, ну, по сути, та же самая негативная установка. Очень крутое упражнение. Я говорю, я вам очень рекомендую вот сесть и выписать все-все негативные убеждения, которые у вас в голове есть. Кстати, вот это упражнение взято из коучинга. Вот чисто коучинговое упражнение, когда мы работаем с негативными убеждениями или с негативными установками. И, по сути, можно сказать, что вот, наверное, это все основные секретики в исполнении желаний. Вот в этих вот марафонах, там, книгах, вот все говорят, по сути, именно об этом. Самое главное, да, что ты научился понимать, чего ты хочешь, формулировать это, да, обязательно, чтобы это желание было экологичным, да, что это не навредит ни тебе, ни окружающим. Ты не боишься его исполнения. Ты точно веришь в себя. И ты знаешь, что в твоей жизни все сбывается. И ты сам автор своей жизни. И, наверное, вот по сути это все. И, знаете, когда я слышу, когда столько негатива крутится вот вокруг вот этой темы, да, когда говорят, что там людей разводят, которые идут на эти марафоны, там, и так далее, ну, реально, знаете, это полный бред, потому что, ну, все это все связывает с каким-то волшебством, что волшебство не бывает, да, и люди идут, относят деньги, ждут какого-то волшебства. На самом деле, да, действительно, не сбудется ничего. И вы можете и купить книгу, она у вас не сработает, и сходить на марафон, и он у вас не заработает. Если вы ничего не будете делать, то есть если только, по сути, ты сел, загадал желание, надул шарик и отпустил его в небо, и ждешь, но так это не работает. То есть это работает у тех, кто умеет, да, делать вот те самые вещи, о которых я говорила, да, мечтать, представлять, визуализировать и верить в себя, естественно, действовать, естественно, действовать. То есть что-то делать по направлению к этому, да, если мы будем сидеть ровно на попе, на диване, ничего не сбудется. И я уверена, что вот как раз тот негатив, который сеется вокруг всего этого, он как раз сеется вот этими диванными критиками, которые всю жизнь лежат на диване, ничего не достигают в жизни, ничего у них не получается, и весь мир в этом виноват. Я скажу честно, у меня это работает, правда. У меня работает, у меня, ну, я не знаю, мне кажется, абсолютно все желания сбылись. Там осталось пару штук, и то я знаю, когда они сбудутся. Вот, ну, потому что, да, я умею желать, умею загадывать. Я очень много работаю для того, чтобы мои желания сбывались. И я верю в чудо, правда. Я верю в чудо, и эти чудеса действительно приходят в мою жизнь сверхъестественным образом. И за что я очень благодарна Вселенной, за то, что она меня слышит и исполняет. В общем, поделилась с вами своим опытом. Не знаю, насколько вам это будет полезно, но я правда скажу, что если вы верите, то обязательно все сбудется. С вами была Светлана Никитичук. Всех обнимаю. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok